Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Рауль, вы дивитесь проект Украина в огне. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с нового лингвистического шедевра российской пропаганды. По информации РИА Новости, украинские войска обстреляли Херсон. Пять ракет из шести сбито ПВО. Одна упала в районе Антоновского моста. У нас уже даже есть видео о последствии. Мне кажется, что нормально упала ракета. Еще парочка таких падений и мост может изменить конфигурацию и направление. Впрочем, чего еще мы можем ожидать от страны, где подводная лодка просто утонула, крейсер отрицательно всплыл, а склады и нефтебазы превращаются в термоточки. Разумеется, ракеты там не взрываются. Они тупо падают. При этом, конечно же, от России ожидать можно многого. Ведь страна это люди. А они в России это реально глубинный народ. Дно, которое мы навряд ли сможем нащупать. Многие украинцы уже видели видеосюжет, где журналист с умилением рассказывает об улучшении жизни россиян. Как деды и прадеды он сражался с фашизмом. В память о Среди Гори купили. Новенькую машину. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Странно, что журналист торжественно не сообщил, что программа солдатозамещения в России проходит при поддержке президента Путина. С учетом того, что по данным британцев, уже около 50 тысяч российских солдат убито или ранено в Украине, к концу года в РФ могут увеличиться продажи отечественных автомобилей, а лада Калина будет переименована в гробовую. Берите в белом. Это выбор ВДВ. А вот продажи бытовой техники могут рухнуть в связи с параллельным импортом из Украины. Российская блогерша на днях взяла интервью у матери российского солдата, у которого полностью остановились биологические и физиологические процессы. Короче, мать солдата пожаловалась, что денег дали только на гроб и памятник. Сюжет тут же стал вирусным и за два дня собрал по два миллиона просмотров. Но вирусность объясняется не сочувствием к матери, а холодильником в кадре, на котором есть наклейка на украинском языке. Два роки гарантии. Матери солдата даже пришлось записать объяснение. Холодильник я купила 7 лет назад с рук у одной семьи, которая приехала с Алтая. Сколько он у них был, я не знаю. Документов у меня на этот холодильник нет. Но как бы сзади я посмотрела, там число написано и дата, что холодильник 2012 года выпуска. Вот так. Что сказать? После Ирпеня, Мариуполя и Бучи я точно знаю масштабы мародерства российской армии. Они системные и действительно масштабные. Недавно я смотрел ролик офицера, который служил в ЧВК Вагнер и воевал в Сирии. По его мнению, если ты забрал оружие убитого врага, его обувь или часы, это не мародерство, а трофеи. Настоящим наемникам и профессионалам не до мародерства. Они воюют. Ну окей, тогда выходит, что каждый украинский солдат одет в холодильник вместо броника, на голове стиралка вместо каски, на ногах мультиварки вместо ботинок, а на спине вместо рюкзака телевизор. Сам солдат передвигается исключительно на комбайне с зерном или на фуре с черешней. Иначе объяснить этот поток бытовой техники, зерна и фруктов в Россию просто невозможно. Естественно, конечно же, правильное объяснение – это благородные трофеи. Что касается самого сюжета блогерши, рассказ матери понятен. Это горе и боль. Но там был еще один интересный персонаж – приемный отец погибшего солдата. Это сами стреляют украинцы? Сами в себя? В СОУшники стреляют. Вам кажется, это логично? Вы бы стреляли в свой дом? Они считают этот Донбасс своим домом? Они не считают своим домом. А Мариуполь, как Зеленский хотел уничтожить? Они хотят народ уничтожить, а земли забрать. А земли-то богатые в Донбассе. Уголь все там. Это была Украина? Да. Зачем все это разрушить, чтобы заново отстраивать? Они продали свои земли Украине. Кому? Западу. Нету там у них земли сейчас своей? Все, я не смотрю телевизор. Откуда у вас? Все продали. Вы слышали про такое слово, как пропаганда? По телевизору пропаганду? Не знаю. В интернете врут, я тебя точно знаю. А почему у вас такое? Почему в телевизоре не врут, а в интернете врут? В интернете про пенсию говорили, что Путин дал приказ пенсионный фонд разогнать. А нет уже этого? Сказали по 20 тысяч пенсионерам. Где? По 200 рублей получили? Я 200 рублей. Это у вас претензии не к президенту, а к интернету, да? Телевизор же федеральный, каналы. Государство, значит, не должно врать. А помните, Путин говорил, что мы в Украину не пойдем? Не будем нападать? Говорил, ну. И что? Потом решил. Надоело, наверное. А еще он говорил, что Крым не будем забирать. Когда он говорил? Очень много. А это я не слышал. А помните, Путин говорил, что Конституцию не будем переписывать? А ты тоже не слышал, что переписывать он говорил? Путин много говорил что-то? Ну, я к тому, что он, когда иногда говорит, не выполняет обещания. Не знаю. Что, Путин виноват, что ли? Не может быть. А почему Путин не может врать? Он же человек. Может, и врет, не знаю. Может, его, и он этот, не сам Путин это говорит, а этот, как его, двойник. Не знаю, как вы, но я считаю, что с таким отцом и матерью, которая считает, что украинцы с 24 февраля сами бомбят свои города, у сына не было ни единого шанса на выживание. Но нам не стоит так уж сильно переживать за взрослого мужчину, который пошел грабить чужую землю и там его демилитаризировали. Дело в том, что Россия – это проблема не только для нашей цивилизации. К сожалению, она давно осваивает космос. А это уже реальная угроза не только для Солнечной системы, но и нашей Вселенной. С нами на борту находится икона небесной покровительницы вашего города, святой великомученицы Екатерины, которую, я надеюсь, по возвращению на Землю мы вместе с моим экипажем вручим в руки тому, кто поручил мне такую миссию, митрополиту Евгению, а через него и всем екатеринбуржцам. Святая Екатерина – это прекрасный возвышенный символ уральской столицы. Под ее покровом Екатеринбург стал динамично развивающимся городом добрых, образованных, энергичных и талантливых людей. Божьей помощи всем нам! С наступающими праздниками и до скорой встречи! Иконы на космической станции – это прям символ веры в научно-технический прогресс. Интересно, космонавт вообще понимает, что он попал на орбиту не благодаря молитвам, а ракету заправили отнюдь не святой водой. С другой стороны, космонавт Артемьев хоть как-то защищен от вторжения космодемонов или обыкновенных межгалактических чертей. Я уверен, что на борту есть и кадила, и свечи, и крест-мультитул. Десница не дрогнет, длань не вспотеет, око за око, зуб за зуб, хвост за хвост. Сам же Роскосмос такую вертушку своего космонавта объяснил в духе «не гей и уже хорошо». Но и здесь острову невезения под названием бывший СССР опять не повезло. Пришла беда откуда не ждали, вернее из Испании, где за свою отчизну переживает лучшая теннисистка России Дарья Касаткина. Первая ракетка страны торпедировала Россию своим внезапным камин-аутом. Оказалось, что у Дарьи есть девушка. Такую вопиющую политическую незрелость Дарьи навряд ли простят. В то время, как кадыровцы пачками гибнут за православие в Украине, а дагестанцы и буряты борются против украинского ЛГБТ, Дарья вонзает родине чуть ниже спины с тропон размером с остров Змеиный. Дарья, твой теннис смотрели дети. Что же ты, курва-мать, творишь? Сейчас еще окажется, что и в хоккей играли не совсем настоящие, зато даже очень симпатичные мужчины. Впрочем, насчет смотреть теннис или хоккей, я слишком оптимистичен по поводу свободы технологий в России, которая стремительно теряет доступ к социальным сетям, и вообще любым медиа. Недавно была опубликована фотография магазина в российском Красногорске. На картинке вы можете видеть, кстати, витрину с флешками, на которых записаны советские фильмы, зарубежные фильмы и зарубежная же музыка. Ржака заключается в том, что российская пресса утверждает, что это фейк. Но не в смысле, что флешки не продаются в Красногорске, продаются еще как. Просто эти продажи не связаны с войной в Украине. Так было всегда. Продукт оказывается предназначен для дальнобойщиков, у которых нет денег на суверенный российский интернет с доступом к российским пиратским сайтам. Именно поэтому для удобства пользователей продаются флешки с украденной интеллектуальной собственностью. Главное, что это точно никак не связано с войной в Украине. Они всегда были такими. Кстати, про нетрадиционную ориентацию. У нас сегодня интересный блок украинских новостей. Совсем недавно я предположил, что некоторая простота ума и отсутствие инстинкта самосохранения не позволят Владимиру Зеленскому избавиться от самых одиозных представителей из своего окружения. От них он, кстати, пока не избавился. Но, используя разные формулировки, временно отстранил от исполнения своих обязанностей генпрокурора госпожу Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Теперь за отставку должны проголосовать Верховной Раде и, наверное, заслушать отчет глав силовых ведомств. И на момент записи этого сюжета Верховная Рада запустила под лед и Баканова, и Венедиктову. Как в фамилиях Ермак и Татаров можно было сделать столько ошибок, пока не ясно. Ведь на данный момент максимально демонизированы именно глава офиса президента Ермак и его заместитель Татаров. Напомню, что Ермак занимает должность завхоза на сегодня практически второй человек в стране. А оппозиция вообще называет его регентом при ментально несовершеннолетнем принце. А Татарове известно, что он адская кицуне, которая всячески затягивает назначение главы антикоррупционной прокуратуры. Оппозиции и активисты считают, что глава САП сможет изменить правила игры на коррупционном рынке страны. Я, кстати, вспоминая деятельность вождей САП и НАБУ, Сытника и Холодницкого не был бы настолько категорично оптимистичным. Из их достижений я, например, запомнил закупку тактических носков для антикоррупционного спецназа за сто пятьсот долларов. Но САП и НАБУ – это тема будущих скандалов. Сейчас мы говорим про зачистку силового блока. Будем откровенны. Еще год назад было понятно, что запросы общества ни Венедиктова, ни Баканов не оправдали. Кроме Медведчука, которого мучительно задерживали несколько лет, все остальное выглядит, как мышиная возня под ковриком. Вернее, под веником. Слоган «Весна, прыде, саджаты, будему» «Придет весна, будем сажать» стал символом беззубости ЗЕ-команды. Выполнили ли Венедиктова и Баканов запрос президента? Порошенко на свободе. Приличное количество офицеров СБУ теперь офицеры ФСБ. Нет, не думаю, что выполнили. И что именно об этом мечтал Зеленский и его избиратели. Что думает Запад? Для них все эти кадровые маневры возня мышей в углу под веником 2. Для них важны институции и рабочие механизмы. Фамилии нет. В идеале страна должна надежно функционировать, даже если народ выбрал президентом Микки Маус. Что думает оппозиция? Думающая оппозиция, а это подавляющее меньшинство, пробует объяснить избирателям, что отставка Баканова и Венедиктовой это не работа над ошибками Зеленского, а зловещий план Ермака и Татарова по узурпации власти. Они обязательно назначат своих протеже на пост главы СБУ и генпрокурора. И для Украины настанут темные века. Здесь я просто обязан напомнить оппозиции, что времена генпрокуроров Шокина, Луценко и Рябошапки с главой СБУ Грицаком тоже навряд ли можно назвать золотым веком справедливости и законом. Что думаю я как гражданин и избиратель? Украина это антироссия, практически во всех смыслах. Раскачивание лодки и крысы, блюющие деньгами за борт, это особая форма стабильности украинской политической системы. Демократия это процесс, диктатура это состояние. Какими бы убогими не были идеи наших политиков и запросы избирателей, мы все равно эволюционируем и движемся к более сложным формам. Диктатура это практически всегда деградация и застой. Я считаю, что Венедиктова и Баканов просто потратили мое биологическое время и биологическое время избирателей на решение своих личных вопросов, которые не принесли обществу никакой пользы. Возможно, они руководствовались принципом медицинской этики, не навреди, но они не врачи. Они иммунная система страны, которая должна бороться с вирусами, микробами и раковыми клетками. И пока микробы ездят на Бентли, а вирусы помогают занять юг Украины, мне как законопослушной нераковой клетке понятно, что с организмом что-то не так. Боюсь ли я диктатуры Ермака и Татарова? Мне кажется, что на фоне Медведчука, Табачника и Литвина эти два персонажа напоминают опереточных злодеев в коротких шортиках. И это говорит о том, что если часто косить траву, то сорняки не успевают набрать силу. И в данном случае сложно переоценить гражданское общество, оппозицию и западных партнеров. Сегодня благодаря их усилиям таки выбран глава САП. Им стал Александр Клименко, который еще полгода назад выиграл конкурс на эту должность, но мыши под веником три всячески сопротивлялись этому названию. Чем известен Клименко? В нацполиции расследовал хищение на железной дороге. В НАБУ он расследовал уголовное производство относительно нардепа Александра Онищенко и руководителя государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы офиса президента Олега Татарова. Также он возглавлял группу прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, он же Свинарчук, он же бизнес-партнер Петра Порошенко. С одной стороны, прекрасный послужной список, с другой, ни один из вышеуказанных персонажей не сидит. С третьей Клименко, конечно, не судья, а следователь-прокурор. Тем не менее, изюминка на тортик. Теперь назначение главы САП должен подписать либо генпрокурор, либо исполняющий обязанности. Венедиктова, очевидно, на президента обижена, исполняющая обязанности генпрокурора по утверждению прессы и оппозиции ставленник Татарова. Это интересная ситуация. В общем, у нас пока промежуточный хэппи-энд, но новая зрада уже накрывает социальные сети. Глава нас полиции дал скандальное интервью, которое у меня вызвало не просто недоумение. Дело в том, что я очень предубежден против украинской полиции имени Арсена Авакова. Реформа провалена, и если патрульная полиция еще хоть как-то выглядит адекватной, то 90% райотделов это прямо рассадник преступности и коррупции. При этом у нас полно героев полицейских, которые пожертвовались жизнью, защищая родину, и не меньше предателей, которые уже служат оккупационным властям. И тут монастырский делает свой камин-аут. Понимаем, что у нас еще есть те, кто люди без вести пропало. Мы сейчас проверяем, где они находятся. Или действительно у нас из полицейских некоторые пропали, некоторые мы понимали, что пропали и погибли, некоторые, возможно, остались, а, возможно, перешли и сегодня оставили службу в органах. Но наше решение было очень непростым, потому что первые дни мы обсуждали, согласно Женевской конвенции, полиция, спасатели, они являются нон-конбатантами. То есть по закону международному праву они должны оставаться и, как бы ничего не происходило, продолжать выполнять свои обязанности. Такова международная практика, таковы международные нормы. Даже если проходит армия дальше, спасатели, врачи, полицейские продолжают, должны продолжать выисполнять свои функции. Именно поэтому не было в первые дни, а то и месяцы, по-моему, приказа выходить с оккупированных территорий. Каждый раз мы решали это индивидуально. По сути, мы обсуждали, каким образом, что мы делаем. Моя была позиция четкой, что они должны выйти. Потому что в первые же дни мы столкнулись с насилием по отношению к украинским полицейским. Мы сегодня имеем много погибших ребят. И многие из них погибли в первые дни агрессии. Поэтому через, например, месяц мы приняли решение с главой национальной полиции о том, что мы даем срок для того, чтобы люди вышли с оккупированных территорий. До определенного срока. Но везде по-разному это происходило. А после этого люди считались уволенными. Ну, про то, что наши мусора это не комбатанты, я понял еще, когда после Майдана Беркут превратился в не Беркут и спокойно начал служить уже новой, просветленной демократической власти. Кстати, я даже пошел, прочитал Женевскую конвенцию. Упоминания полиции не нашел. Но я не исключаю, что что-то пропустил. Я не юрист. Тем не менее, хотел бы напомнить, что полицейский дает присягу служить украинскому народу и придерживаться конституции и законов Украины, а также внедрять их в жизнь, уважать и охранять права и свободы, а также честь государства. Но если Денис монастырский прав, то у некомбатантов должна быть другая присяга. Я, понимая свою высокую ответственность, торжественно клянусь украинскому и любому другому народу, придерживаясь любой конституции и законов любой страны, внедрять их в жизнь, уважать и охранять права и свободы людей и честь любой страны, в составе которой мы находимся в данный момент. Так будет правильно, и это не будет вводить людей в заблуждение. От истории про то, что индивидуально решали выводить ли из оккупированных городов полицию или нет, у меня волосы дыбом становятся даже на спине. Сколько же их поубивали, пока наши решали? Еще мне нравится, что на оккупированной территории полицейский автоматически числится уволенным. Таким образом, он потом может пойти и наняться в полицию Херсонской народной республики. Это как бы даже не преступление, он же не комбатант. При этом, любой гражданин Украины, который сотрудничает с оккупантами, является предателем коллаборанта. Здесь у меня вопрос к Монастырскому. Имеет ли право украинский партизан убить полицейского ХНР или это будет караться законом, потому что тот подпадает под Женевскую комбинцию и он священный, не комбатант. Короче, ждем разъяснений. На этом все. Выдавилися проект «Украина в огне». Помните, что Российская Федерация будет уничтожена. Слава Украине! И очень хорошо, что идет дождь. Можливо, сегодня российских ракет над Украиной будет меньше.